МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марафон добрых справ. Акция «Моёй краяне» пройшла у Мазыры. У Гомеле з'явилася граффити с Карыны. Незвычайный малюнок упрыгожил стены Державного университета. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Господарки Гомельской области убрали амаль полову площа, отведенных подзерневые и зернебобовые культуры. Агульный намолот складая больше, как 530 тысяч тонн сбожжа. С ходом уборочных работ у Лельчицким районе ознайомился Дмитрий Котау. Браты Сергей и Михаил Барановский на уборочной працуют не первый год. До своей справы ставятся отказно и завсёды допомагают один одному. Сергей працует старшим комбайнером, Михаил – помощником и так само водителем на адвоз цезерня. Для семейного тандема ж него завсёды особливый час. Это махчимость не только добро зарабить, а лей по словах братов стать часткой агульной великой справы. Если бы не нравилось, то мы бы не работали. А так как по душе, так мы и работаем уже. Нравится. Уборка проходит хорошо. Погода нам помогает в этом. Всё хорошо, вроде бы, пока на данный момент. У открытым акционерным товариств Весенпольская до уборочной компании подрихтовалися добро. Адрамонтовали технику, забеспечили её лучшим и свойчасово провели поселные работы. Знадворьем тут лечить району подчастило. У Адрозня не от многих инших господарок в области сеять зерни полторно не спотребилось. Уборка начиналась немножко, может быть, было влажновато. Сегодня именно хлеб, зерно созрело полностью готово к уборке. Чистки сегодня уже не досушиваем. Прямо отдаём на хлебокомбинаты. Мы с Калинкой Вечерой работаем. Заказ на сегодня уже выполнен. Он, правда, небольшой, тоже был 320 тонн. Середний показчик урожайности у господарцы зараз высшей за районный и областный. Амаль – 31 центнер с гектара. На некоторых полях сбирают и по 52 центнеры. Операжают и по темпах уборки. Обмолодшина половоплоща. Валовый сбор зерня сё лето плануют отрымать не ниже и за минулогодний – 3300 тонн. Полностью завершить работы различуют до конца этого дня. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук. Телерадиокомпания «Гомель», Лельшеский район. Новый вид державной подрымки при узведении жилья почау дейничать в Беларуси. В Украине заявились адресные субсиды на подавництво. Их будут выплачивать особными льготным категориям грамадян. Субсиды продоставить на выплату частки процентов за корыстание кредитом. А шмадетным и молодым семьям, и детям-сиротам так само на погашение частки основного долгу по таких кредитах. При этом державная подрымка в выгляде льготных кредитов и субсиды будет дейничать параллельно. Отримливать держподрымку, как и ранее, беларусы будут у парадку чарги, а суммы различать, заходящие с помера у новобудовли, колькости членов семьи и нормативу кошту будовництва. Первыми до реализации указа номер 240 приступят Беларусбанк и Белагропромбанк. Плануется, что далее до них долучатся коммерциныя банки. Беларусбанк Варушися, раби, развивайся, радуй. Под таким девизом на Гомельщине проходить патриотичная акция добрых справ в моей краине. Проект стартовал 22-го красавика у Хойниках и за этот час пройшел у Брагине, Будакашалеве, Вецы, Жлобине и шарагу інших районных центров. А в первую суботу жнивня святочную эстафету принял Мазыр. Наш телеканал стал активным удзельником этого масштабного проекта. Основным местом проведения святочных мероприемств у Мазыры стал городский парк культуры и отпочинку Перамога. На протягу дня тут працавали тематичные интерактивные пляцовки, выставочные экспозиции, проходили спортивные мероприемства и конкурсы, працавали детячие аттракционы и гандлевые роды. Так, добрыми справами и новыми традициями Мазыране унесли свою лепту в областную акцию в моей краине. Сегодня родилась традиция, лучшие дети Мазырского района, отличники, были приглашены к нашей городской районной доске почетов. И специальные ведущие рассказали детям, какие же передовики есть в Мазырском районе. Отрасли промышленности, сельского хозяйства и так далее. Дети очень радовались, потому что на каждом из этих предприятий работают их родители. Добрых дел мазырянами, особенно за последнее время, сделано очень много. И достигнуто хороших, добрых, значимых результатов, достижений. И это достижение творят каждый из нас. Горожане, сельчане, работники промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы. Не могу не сказать сегодня о молодежи. Конечно, молодежь – это наше будущее, это наше завтра. И, знаете, сегодня мозырская молодежь, она особенная. Они вдохновители новых идей. Они воплощают эти идеи в жизнь. Они креативны. Они хотят сделать жизнь еще интереснее и разнообразнее. И у них это получается. Любый, жадающий, так само мог отримать корыстную информацию каля специальных зон, подрихтованных районными организациями Белорусского товариства Червоного Крыжа, Белой Руси, Белорусского Республиканского Союза Молоди. В парковой зоне организовано много различных конкурсов. И я очень рада, что ваше телевидение «Белорус-4» опять присутствует у нас, потому что вы являетесь нашими хорошими друзьями. Я рада, что вы разделяете радость этого праздника вместе с нами. Не глядячи на спякотное надворье, жадающих убачить урочистое открытие акции «Майой країне», у Мазыры собралося шмат. На головной сцене гучали веншаванни и песни творчих коллективов Мазырского района. У рамках святочных мероприемствов телерадоя компания «Гомель» презентовала телеканал «Белорус-4». Вядучая распавядали про новые проекты и сокреты телевизийной кухни. Кожный выход гостей на Мазырскую сцену сустракали гарачими аплодисментами. Доведаться про новины регионального телеканала, поудельничать у конкурсах и отримать право на приз с логотипом «Белорус-4» пришли гораджане усих узростов. Нечаканным сюрпризом для гостей свята стало выступление Виталя Сычова, удельника Славянского базара у Витебску, финалиста телепроекта «Зорный дележанс». Областная акция «Моёй Украине» протягивается 19 жюня в святочную эстафету приме городский поселок Октябрьске. Наталья Волынец, Валера Игапанько, телерадоя компания «Гомель» из Мазыра. У Гомеля з'явилася граффити с Карыны. Незвычайный малюнок у прихожей у стены Державного университета, який носит имя белорусского перша другара. Написал портрет одного из самых вядомых белорусов гомельский архитектор Дмитрий Казлюк. Примерковал работу до 500 годов белорусского книга «Друкование». Как вядомо, первой белорусской «Друкованной книгой» стал псалтыр Франциска Скарыны. Процесс творения исторического граффити в наступном материале. Гравюрное солнце, месяц и сам портрет Франциска Скарыны. Площа малюнка – 64 квадратные метры. Гэты твору стыле граффити – самый масштабный проект гомельского архитектора Дмитрия Казлюка. Монументальное творчество требует и трудозатрат, и жизненной энергии. Но я готов был к этому, ко всему, поскольку я делаю этот проект для своего маленького сына. Это прежде всего удовольствие от того, что я делаю что-то масштабное для города. Я создаю, надеюсь, такое достопримечательное место, чтобы люди могли здесь встречаться, чтобы студенты могли здесь фотографироваться. Кожный день на вышине 12 метров он крок за кроком и шел до реализации своей мары. Кажа при такой спякоте працавать не просто, але и есть и плюсы – фарба худко сохнет. У самой навучальной установи, яка я дарыче носить имя ведомых земляка, идею подтермали. Университетом имя Франциска Скарыны ВНУ стало в 1988 году. После навуково-доследчих работ профессора Владимира Аниченки, яке отычились особой идейности великого осветника нашей краины. Такая плённая праца, скажем, Аниченки, его сопрацовников, вучня, распаусюджывание идей, широкая рекламация сирот студентства, сирот навуковцев, досягненью, значности Скарыны, сприяла тому, как инициявать присвоение университету имя Франциска Скарыны. Мы будем рады, если это станет каким-то знаковым местом, и студенты будут говорить, встретимся у скульптуры студентки у 5-го корпуса, или, например, у Франциска Скарины у 1-го корпуса. Туристы, гости города будут больше узнавать о наших знаменитых людях, о тех, кто более 500 лет назад когда-то стоял у истоков книгопечатания в Беларуси. Дарэчэ, минавита каля ГЭТАГа корпуса во университете ладзять урачистые линейки. Из усім худка першакурсники пачнуть свое навучание, с пожадання адзнакамитого во усім свете першадрукара. Вольга Халадович, Ганна Коральчук, телерадоакампания Гомель, припатрымцы агентствотеля новин. ГЭТАГ, а так сама и иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адрасе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры спортивный огляд. З новинами спорта вас познайомить мой коллега Максим Савин.